В этом уроке Мортира Альянса Пушка, которую мы видели на крыше Nexus of Half-Life 2, очень простое и эффективное оружие, аннигилирующее свои мишени пучком света. Механика этого орудия сравнима с обычным минометом, а само орудие состоит буквально из трех энтитей. Funk Tank Mortar, сама пушка. NPC Enemy Finder, глаза и уши Мортиры, невидимый NPC. И IE Relationship, заставляющий стрелять пушку по абсолютно любой мишени, в том числе и по игроку. А теперь подробно. Размещаем PropStatic и выбираем модель Combine Mortal. Это и есть та самая Мортира, а точнее ее визуальная составляющая. Над этой моделью ставим NoDrawBrush, обращенный в Funk Tank Mortar. Открываем параметры Entity и видим, что почти все из них аналогичны параметрам Funk Tank, который мы уже разбирали на уроке о станковом пулемете. Называем нашу пушку Tank Mortar. Указываем градусы поворота для пушки все 360, и чем выше скорость, тем лучше. Flash Sprite. Выбираем спрайт вспышки при выстреле из пушки. Ниже его размер. Самое интересное здесь – количество выстрелов в секунду. Rate of Fire. Тут очень важно выставить число меньше единицы – 0,22 в самый раз. В противном случае ваша пушка превратится в пулемет. Будьте внимательны. Минимум и максимум Target Range. Радиусы досягаемости пушки, то есть мертвая зона и дальность обстрела. Explosion Magnitude. Наносимый урон при прямом попадании в цель. Shell Travel Time. Время полета снаряда до цели. Ниже звуки выстрела, полета и падения снаряда. Сколько должно пройти времени до проигрывания упреждающего звука? Во флажках все как у Фанк Танк. В теории этой пушкой можно управлять. В Half-Life 1 уже было подобное. В зоне обстрела пушки в самом открытом месте карты. Ставим NPC Enemy Finder. Данная энтити будет видеть все цели и посылать пушке сигнал «Открыть огонь». Называем энтити Finder Mortar. Графа Field of View – угол зрения радара. Можно смело ставить минус 1. Он будет видеть во всех направлениях. Min Max Search Dist. Как и в случае с пушкой, мертвая зона и максимальная дальность радара. Все, что ниже, нас не особо интересует. Тайминги пребывания игрока перед глазом радара. Во флажках самый интересный стоит первым. Check Visibility. Если снять галочку, радар будет игнорировать укрытие на карте. Словно мы в открытом поле перед пушкой. Заставим пушку атаковать нас. Пишем в Outputs радара. Когда радар находит игрока, назначить его целью пушки. Когда радар теряет из видимости игрока, забыть о нем. То есть пушка может переключаться на сторонние цели. Ничего сложного. Осталась самая малость. Размещаем iRelationship, указываем Finder Mortal и любого NPC. Позиция ненависть. Простейшая мартира готова. Вы можете еще добавить всяких звуковых эффектов, вспышек, землетрясения при выстреле. Но это уже опционально, друзья. Опционально? Подвинься, я сейчас покажу мастер-класс. Первое. Ставим обычный лайт с именем. Выбираем следующий пресет. Яркость света 2000. Не забываем поставить флажок, чтобы свет был изначально выключен. Возле орудия ставим Envy Shake с именем и примерной амплитудой. Во флажках выбираем Global, чтобы трясло всюду. Открываем NPC Envy Finder и находим строки с радиусами. Выставим минимальный и максимальный так, чтобы можно было проверить его на месте. Дальше переходим в Outputs-мортиры и пишем. При залпе зажечь свет и выключить его через 2,5 секунды. Также и с землетрясением. Теперь просто копилируем и проверяем. Оно может быть что-то не идеально, но уже интереснее, чем было изначально. Пока что на этом все. И на заметку, многие из Outputs-in под команд этого орудия, скажем так, недоделаны. Поэтому читайте Valve Wiki, прежде чем пытаться с ними что-то делать. Удачи, томодачи! Субтитры сделал DimaTorzok